Мне неприятно слушать все последние новости, связанные с мемориалом Хёрншенхаузен. Это несправедливо по отношению к самому музею и к работе его сотрудников. Всё это вообще наносит вред переосмыслению диктатуры ГДР. На этом, в общем, и всё. Все ждали извинения, их не последовало. Вся эта история началась в июне. Шесть женщин, сотрудниц мемориала, анонимно написали на имя директора Кнабе, берлинского сенатора по культуре и министра по культуре Германии письмо. В нём говорилось о том, что заместитель директора Хельмут Фраундорфен несколько лет подряд приставал к своим коллегам-женщинам. Кроме того, что он позволял себе излишнее телесное сближение с ними на рабочем месте, ночами Фраундорфер отправлял коллегам СМС о том, как проводит время в борделе или свингер-клубе. Два года назад сотрудницы мемориала уже обращались к директору с просьбой разобраться в ситуации. То есть Кнабе знал о том, что происходит у него в мемориале. Но никаких особо изменений в поведении Фраундорфера не случилось. Поэтому женщины решили два года спустя снова обратиться, но уже в более высокие инстанции. После чего и Фраундорфер, и Кнабе были уволены. Но на этом скандал тоже не закончился. В совете директоров мемориала некоторые оказались недовольны отставкой Кнабе и заявили, что все это имеет политический подтекст. Вот берлинский сенатор по культуре, к которому в том числе обращались женщины, Клаус Ледерер, он представитель партии левых. А Кнабе не раз довольно критично высказывал совых партий. Защитники бывшего директора считают, что сенатор таким образом просто решил с ним поквитаться. К тому же они обратились к женщине с просьбой раскрыть их имена. Пострадавшие на эту просьбу написали новое письмо на имя Совета директоров, которое сегодня попало в журнал «Шпигель». Вот оно. Вся эта дискуссия за последние недели пошла не в то русло. Речь уже не идет о том, что мы испытали, и о реальном соотношении сил. Мы видим лишь раздражение и недоверие по отношению к нам. Критикующие нас пытаются обороняться и все отрицают. Они упреуменьшают масштаб произошедшего только из-за того, что мы не называем наших имен. Они не понимают того, что произошло. Анонимность – это возможность защитить свою частную жизнь.